Теперь ты веришь, что я тебя люблю. Я долго мучилась, долго колебалась, но ты из меня делаешь всё, что хочешь. Не правда ли ты не любишь Мэри? Ты не женишься на ней? Ты единственная женщина в мире, которой я не в силах был бы обмануть. Ему пророчили грандиозное будущее, но судьба сыграла с актёром в злую шутку. Талантливый и обаятельный Анатолий Вербицкий, высоко взлетевший на старте карьеры, не смог надолго удержаться на арктистическом олимпе. Творческая нереализованность оказалась для мужчин мучительным испытанием, перетерпеть которое он, к сожалению, не смог. Анатолий Всеволодович появился на свет в Москве в феврале 1926 года. Его семья принадлежала в когорте столичного бомонда. Бабушка по отцовской линии, известная сценаристка и драматург. Отец и дядя Всеволод Вербицкий, Павел Масальский, ведущие артисты МХАТа. Мальчик с рождения окружённой атмосферой высокого искусства, рано определился с профессией. В выпускных классах школы он уже подрабатывал в столярной мастерской театра и выходил на сцену массовки. В 1943-м его приняли в только что открывшуюся школу-студию МХАТ, по окончании которой юноша влился в труппу родительского театра на законных основаниях. Вы свободны, ваше превосходительство. Я сейчас доложу господину полковнику. У нас большая нужда высшим командным составе, ваше превосходительство. Как вы думаете, я смогу служить вашей армии? Отчего же нет, ваше превосходительство? Ведь вы же не какой-нибудь прапорщик военного времени и студент. Никто не заподозрит вас в добровольном большевизме. Во МХАТе артист служил ровно 30 лет. В первое время начинающий актер был на второплановых ролях, но постепенно ему стали доверять сложный и интересный материал. Он исполнял Вронского и Алешу Карамазова, булгаковского Дантеса и шекспировского графа Арсина. Последним ярким появлением на сцене Вербицкий обязан персонажу Александра Островского Незнамову, которого он сыграл в начале 60-х в спектакле «Без вины виноваты». Последующие годы, проведенные на подмостках МХАТа, принесли больше разочарования, чем удовольствие от творчества. В связи со сменой руководства Анатолий Всеволодович был задвинут на второй план и редко выходил на сцену. Фильмы. Фильмография артиста насчитывает 18 картин. Появление Вербицкого в кино состоялось в 1949-м, когда на экраны вышла военная драма «Разведчиках-звезда». В ней дебютанты утвердили на главную роль лейтенанта Травкина. «Получайте, варди лейтенант. Ну а теперь условимся. Позывная разведгруппы будет, ну скажем, звезда. Позывная дивизии – Земля, так? Так. Да, а как тебе насчет радистов? Я получил сегодня докладную от сержанта Симаковой. Просится с тобой идти. У меня же есть бык в твоей складе». Затем он появился в нескольких эпизодах костюмного биографического фильма «Римский корсаков». В драме Вербицкий сыграл Михайлова, ученика знаменитого русского композитора. «Здравствуйте, Николай Андреевич». «Я жду вас». «Вы были больны?» «Нет, Николай Андреевич». «Никаких других причин, позволяющих ученику пропускать занятия в консерватории, не существует?» «Возможно». «Но я очень прошу вас не думать, будь ты о музыке равнодушен». «Это, собственно, всё, что я позволю себе добавить на прощание». Период середины 50-х стал временем расцвета актёрского таланта Анатолия и кульминацией его популярности у публики. «Фортуна» преподнесла Вербицкому подарок в виде заглавных персонажей сразу трёх картин. «Счастливая полоса» открылась драмой «Командир корабля». В ней артист предстал в образе капитана третьего ранга Игоря Светова. Год спустя Вербицкий снова надел форму, но теперь уже форму офицера царской армии. Исидор Анинский предложил актёру пройти пробы на роль Печорина в «Княжней мэрии». Экранизация по мотивам романа «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова. Анатолию Всеволодовичу удалось глубоко проникнуть в суть метущейся души своего героя. В производственной ленте «Долина синих скал» артист зажился образ Василия Рубана. Год спустя Вербицкий снова надел форму, но теперь уже форму офицера царской армии. Исидор Анинский предложил актёру пройти пробы на роль Печорина в «Княжней мэрии». Экранизация по мотивам романа «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова. Анатолию Всеволодовичу удалось глубоко проникнуть в суть метущейся души своего героя. Да, такова была моя участь с самого детства. Все читали на моём лице признаки дурных свойств, которых не было, но их предполагали. И они родились. Я был готов любить весь мир. Меня никто не понял. В производственной ленте «Долина синих скал» артист зажился образ Василия Рубана. Молодой геолог Рубан ищет нефть в Закарпатье. Несмотря на то, что первые результаты поисков отрицательные, корон Василий продолжает верить в успех экспедиции. Во второй половине 60-х Вербиски участвовал в съёмках нескольких картин на военную тематику. Но в эпизодах приключенческого кинофильма «Их знали только в лицо», актёр прошёл отбор на роль итальянца Виктора Дель Сарто, командира боевой группы пловцов-подводников. Действие картин, рассказывающие о деятельности советских разведчиков в годы Великой Отечественной войны, разворачивается в одном из приморских городов Советского Союза, оккупированного фашистами. С каких это порченые гестапо дают приказания офицерам итальянского флота? Ребята из группы Гамма? Так точно. Кто вы такой? Я командир этой группы Дель Сарто. Господин капитан первого ранга, не спешите. Откуда вы? Из воды, господин полковник. Я проплод 10 миль, и меня подобрал румынский пакетбот. Что вас ещё интересует? Ваши документы. В культовой шпионской драме «Щит и меч» артист сыграл нацистского военнослужащего. Его герой – начальник разведшколы Абвера Герт. Фаза прошёл вахту, мне доложили. Штенглиц, вы мне нужны. Капитан Дитрих, подойдите сюда. Кто дал увольнительную курсанту Фазе? Я вас спрашиваю. У меня исчезли из стола списки личного состава, господа и теологи. Последним фильмом, над которым работал Анатолий Всеволодович, стала киноэпопея «Блокада». В ленте «Воспевающий мужество и подвиг осаждённых ленинградцев» ему доверили роль наркома военно-морского флота Николая Кузнецова. Разрешите, товарищ Сталин? Да. Вот здесь, между островами Эза-Ледага и Плостром Ханка на западе, и островом Гоглунд, и другими островами в восточной части залива, оба берега и всё водное пространство в настоящее время находятся в руках противника. Личная жизнь. Женой Вербицкого была его коллега по МХАТу Луиза Кошукова. Супруги не только играли в театре, но и постоянно устраивали семейные гастроли. С совместными эстрадными выступлениями актёры побывали во многих отдалённых уголках страны. Внезапная смерть Анатолия Вербицкого в июле 1977-го была полной неожиданностью как для жены, так и для всего окружения. Годами копившаяся профессиональная неудовлетворённость переросла в депрессию и нашла выплеск в страшном решении добровольно оставить этот мир. Заслуженного артиста РСФСР похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы, рядом с могилами родителей. Редактор субтитров А.Семкин